Ура! 95 наших славных героев вернулись из плена в Украину. 20 из них были осуждены в Российской Федерации на пожизненное заключение. Это случилось впервые. Впервые случилось то, что именно осужденных в России отпустили в рамках обмена, потому что обменивали на срочников и на кадыровцев, которых взяли в плен в Курской области. Это ответ тем, кто считает, что не надо было начинать операцию в Курской области. Сырский побывал сегодня в Курской области, в нашей оккупированной нами территории. Слава героям! Спасибо всем, кто сделал этот обмен возможным, включая наших военных, которые захватили этих кадыровцев. Пишет нам в комментариях Виктория Д. Спасибо, Виктория, за такой комментарий, за возможность начать наш разговор именно с этой темы. К сожалению, кроме того, что обменяли пленных, еще ведь и, вы знаете, наверное, обменивали тела погибших. Более 500 тел вернули нам, ну и мы, соответственно, вернули россиянам. Причем это тела погибших в Авдеевке, даже погибших в Бахмуте. Это очень трагичная страница, в том числе потому, что если нашлось 500 тел, которые нужно обменивать, сколько же всего получается убитых, погибших на этой войне, я даже не знаю. Вот такая. Вот такая трагичная страница. Но хорошо, что мы встретили, что мы вернули наших героев. И много очень историй, ужасно трогательных, я не буду их пересказывать, вы их найдете в Фейсбуке и в украинских медиа. На тему первый день, второй день, третий день на свободе от наших военных, о том, как их освобождали. Это такая сага, которая побольше гораздо, чем сага там Яшиной, Карамурзы и других политзаключенных из России, которых обменивали. Тоже есть, как человек в зоне узнает, что его сейчас будут обменивать, когда его везут там на этап. Или как он проводит свой первый день со своей девушкой вот здесь на свободе. Поверьте, этих историй много, поищите, не поленитесь, почитайте. Эти люди заслужили того, чтобы вы о них знали, чтобы вы смотрели на их жизнь. Они не созывали пресс-конференции, не делали политических заявлений на следующий день после освобождения. И слава богу, не наделали политических ошибок. Но знаете, почему еще? Они не политики, они воины, они сражались за родину, за Украину. Да, я смотрю и плачу, пишет Наташа Наталья. К сожалению, в Курской области тоже отдали жизнь и попали в плен украинские воины. Да, Светлана, это, к сожалению, правда. Но вы знаете, в Курской области мы взяли в плен тысячи, насколько я понимаю, россиян. И особо ценных россиян. Благодаря тому, что мы их взяли в плен, мы смогли вот этот обмен совершить. Ну и, конечно, Курская область, ее цель не только взять пленных. Курская область, цель операции в Курской области, то, что сегодня 90 тысяч россиян, 90 тысяч, брошены в бои в Курской области. Подчеркиваю, 90 тысяч. Это прямо даже, я вам так скажу, дорогие друзья, это 20% от боевой составляющей российской армии. Ну, я так округлил. Это очень много. И наши, получается, 20% российской армии, боевой ее части, которая должна была быть в Украине, воюют сегодня в Курской области вместо того, чтобы воевать в Украине. Вот для чего была нужна эта операция. Если спрашивают, а это окупилось, это уже тысячекратно окупилось. Уже тысячекратно окупилось. Я уж не говорю про боевой дух, ребята. Я помню, как вы все, мы все, я отреагировали тогда, 6 августа, на все эти события. Как нас тогда собрался рекордный стрим, да, 36 тысяч человек было одновременно. Почему? Потому что мы ворвались в нашу Курскую область. То есть боевой дух Украины поднялся. Вот для этого нам нужны сообщения о том, что мы вступаем в НАТО. Вот для этого нам нужны сообщения о том, что возможно сбыть ядерное оружие. И вот для этого нам нужны настоящие решительные шаги, такие как прорыв в Курскую область или то событие, которое свершится в ближайшие месяцы на юге Украины. Но не буду его заранее анонсировать, пусть этим занимается наше верховное командование. Юлия Буланчук пишет, Михаил, добрый вечер. Вы часто пропускаете мои вопросы, но это и понятно. Нас слишком много. А что же тогда будет, когда нас будет 1 миллион? Вы вообще перестанете замечать наших постоянных слушателей? Спрашивает Юлия Буланчук. И Юлия, вы свой вопрос продолжаете. Юлия продолжает свой вопрос. Таким. Сейчас зачитаю. В связи с этим хочу опять задать вам тот же самый вопрос, что в прошлый раз. Почему вы не сделаете кнопочку донат или спасибо, как в игре Юлии Уголованова? Чтобы кто делает донат был сразу замечен. И дальше продолжать. Тогда и полезно, и приятно, это вам в одном. Вопросы сразу видны. И кто задонатил на канале тоже. Гордон, Голованов, Грэм пользуются этим, а вы почему нет? Объясню, Юлия, почему я так не делаю? Почему я не делаю кнопочку донат? Не позволяю задавать вопросы за деньги? Объясню. Но сначала, прежде чем я отвечу на ваш вопрос. У вас, дорогие друзья, зрители канала, у тех, кто не подписан, уникальная возможность прямо сейчас. Значит, смотрите. Фокус, мировой фокус-фокус. Показываешь это манометр. Вы все видите, что у нас 525 тысяч подписчиков. Вы видите, 1908, 525 тысяч подписчиков. Но вы знаете, на самом деле, до того, что здесь же вот эти 0-0-0, это условность, да? До 526 тысяч подписчиков не хватает 10 человек. 10 человек. Итак, любой из вас, кто не подписан, прямо сейчас может стать 526-тысячным подписчиком канала Штельман. Тот, кто быстрее всех соображает, быстрее всех кликает пальцами, и из тех, кто еще не подписан на канал Штельман, прямо сейчас может стать 526-тысячным. Итак, осталось 8 мест свободных. 8 человек, и вы 526-тысячные. Ну, кто еще, господа, кто подпишется прямо сейчас на канал Штельман? Есть среди 10 тысяч зрителей такие, кто еще не подписан? 7 человек осталось. Есть среди 10 тысяч зрителей те, кто не подписан? Вы пока ставьте лайки. Кто подписан, ставьте лайки, пока я буду разогревать этот аукцион. 6 человек осталось до очередной тысячи, всего 6 человек, 5 человек осталось до очередной тысячи, 4 человека осталось, но вот сейчас, когда я объявлю, сейчас я объявлю, я увижу раньше, чем шейтельмонометр, он опаздывает на полминуты. Дорогие мои друзья, итак, ставьте лайки, нам осталось 2 человека до 526 тысячи, ровно 2 человека, 1 человек остался, кто станет 502, вот тот, кто сейчас подписался, это 526 тысячный зритель канала Шейтельман, поздравляю, поздравляю вас, поздравляю. Я отписался и подписался, сказал Чакс, Чакс оказался самым хитрым зрителем канала Шейтельман, поздравляю вас, Чакс, вы не только самые хитрые, но именно вы, Чакс, и стали 526 тысячным зрителем канала Шейтельман. 11 тысяч нас сейчас здесь, 5200 лайков, а я отвечаю на вопрос Елены Бокольчук, Юлии, извините, простите, Юлии Бокольчук, Юлия, это у меня с Еленой Боланчук, естественно, уже остаться, Боланчук, а то Бокольчук, вы поняли, о чем я, Юлия, вы поняли, Юлия, и так, почему я не делаю кнопки донат и вопросы за деньги, у меня есть, это дело не в принципе, дело в том, что я не отношусь к этому каналу как к работе, вот для Гордона это его канал, это работа, для Грэма это работа, для Голованова это работа, они журналисты, и в этом их жизни их работа, вот они, чтобы заработать деньги, берут интервью, Я не беру интервью, чтобы заработать деньги, как видите, правильно? Поэтому это точно не моя работа. Поэтому я не прошу донатов себе никогда. Я собирал здесь донаты много раз. Мы собирали донаты самым разным людям, но не мне. Последний раз мы собирали донаты на баскетбольную команду инвалидов-колясочников. В четверг они пересекли границу с Литвой, приехали на чемпионат Литвы, открытый по баскетболу. И вчера и сегодня проводили там матчи на этой неделе. Я думаю, пришлют фотографии, вы это увидите, как вы это обеспечили. То есть ребята наняли автобус, поехали в Литву. Вот это донаты называется. Если я начну собирать донаты себе, то я что должен сказать? Господа, помогите жить Шетельману. И тогда вы справедливо будете спрашивать. Шетельман, откуда у тебя каждый день новые майки, новая одежда? Что это ты куда-то ездишь на наши донаты, что ли? Когда вы будете меня встречать в разных точках города Киева, вы говорите, ох, нифига себе, он пришел в этот магазин, какого на наш донат. Поэтому я не просил никогда донатов себе, простите. Это не моя работа. Ребята, которые просят донаты, пусть просят. Это их работа, они создают СМИ и так далее, и так далее. Но вы с них можете в ответ спрашивать. Вы спрашиваете, подождите, почему вы там? Вы должны быть независимым в СМИ, мы вам дали донат. А с меня вы ничего не можете. Вот Саня Баклану спрашивает, Шетельман, откуда у тебя каждый день новый Порш? Из толстого кошелька, откуда еще, Сань? Ну, откуда каждый день? Только из толстого кошелька, как вы догадываетесь. Но точно не с донатов, которых я себе не собирал. Вот. Поэтому я при этом никогда, как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекаюсь в этом смысле. Поэтому если у меня возникнет тяжелая какая-то ситуация, не дай бог, что-то случится, буквально случится, то я вам, вы знаете, я вполне готов у вас попросить что-нибудь для себя буду. Но это если что-то случится. То есть не новую Теслу, а когда что-то случилось. Но это должно что-то, не знаю, неимоверное произойти. Я не постесняюсь обратиться к вам, как к своим друзьям. Но в обычной ситуации, еще раз говорю, это не моя работа. При этом вы, дорогие друзья, помогаете мне в моей работе. Мы помогаем друг другу очень сильно. Я, как вы знаете, работаю политтехнологом. Сегодня, кстати, есть вопрос некий про мою работу. Я вам кое-что про нее расскажу в результате вопроса вашего. И мне пригождаются те мнения, которые я от вас слышу. Ну, например, на телеграм-канале Михаила Штельман с Киева, кстати, ссылка внизу в описании, первая, можете подписаться. Там сейчас 63 тысячи человек, и мы там проводим периодически опросы. И у меня иногда спрашивают заказчики или, скажем так, ну, представители заказчиков спрашивают некоторые вопросы о политической ситуации в Украине. У меня заказчики, в основном, не Украина все. И я, опираясь на ваши данные, им отвечаю. Говорю, да, конечно, вот опрос. Сколько человек принял участие в опросе? Я говорю, 25 тысяч. Они говорят, а да, а где проводил запрос? Я говорю, у меня в телеграм-канале. И точно так же я ссылаюсь на ваше мнение, которое получаю из вашего чата или из ваших писем, или из ваших комментариев. Я говорю, подождите. Вот у меня, может быть, нерепрезентативная выборка, но 526 тысяч человек не дадут соврать. То есть любой политтехнолог мира мечтает о возможности общаться с 526 тысячами человек одновременно и получать немедленную обратную связь. Но любой тезис, который я высказываю, я получаю немедленную обратную связь от вас. Немедленно. Поэтому, когда у меня спросили как-то в городе на букву... Нет, ну, короче, за океаном есть город. Некоторые считают его столицей мира там и так далее. Меня спрашивают, Михаил, ну, то бишь, Майкл, а вот скажи, вот как в Украине отнесутся, если вот компании из такой-то страны зайдут на ваш рынок и так далее? Я говорю, смотрите, так как эта страна во время войны сделала для нас вот это, это и это, то отнесутся позитивно. Точно, знаете? Я говорю, да, потому что я об этом общался со своими зрителями. Это то, что работает реально. Но, поэтому я скажу, да, моя деятельность на канале, безусловно, помогает мне в моей работе и в моем вообще развитии человеческом. Поэтому я занимаюсь этим вроде бы не просто так. Любое хобби должно способствовать человеческому развитию. Но точно это для меня не работа. В отличие от людей там с канала, условно говоря, Грэм, например, или для Голованов, это работа. Для меня нет. Поэтому, уважаемая моя дорогая Юля, я не готов вводить никакие платные вопросы. Понимаете, как только я ввожу платные вопросы, а если какой-нибудь мусяц просит меня вопрос, и вопрос будет мусяцкий, то я буду вынужден отвечать только потому, что мне дали 2 доллара? Ну, серьезно? Ха-ха-ха. Вот вы знаете, кстати, такая ситуация была. Слушайте, я сейчас вспомнил. Такая ситуация была у Яшина, у Ильи Яшина, когда его только отпустили из тюрьмы, он выступил с пресс-конференцией. Я тут что-то про него ляпнул, вякнул. Ну, не осуждающее, но не лично его, а его тезисы. И тут у него стрим. И на стриме кто-то задонатил ему 5 долларов. 5 долларов. И написали ему текст такой. А вот Шетельман у себя на стриме только что обозвал вас там мудаком, там 5-5-5. Я не обзывал. Но Яшин был вынужден зачитать это. Он говорит, ну я вынужден зачитать, мне ждали 5 долларов. А я не хочу оказаться в такой ситуации, чтобы за 5 долларов Шетельман что-то вынужден был зачитывать. Не будет вынужден Шетельман зачитывать ни за 5 долларов, ни за 5 тысяч долларов ничего. За 50 тысяч долларов подумает. Нет. Ну, то же самое, кстати, от своего имени опять-таки зачитывать не будет. Вот и все. Я же когда работаю политтехнологом, я работаю на других, это их имена, а не мои. Понимаете? Все, что моим именем подписано, за это я отвечаю. И про это сегодня тоже разговор будет. Не случайно я с этого начал. Когда мы дойдем до того человека, с которым у меня больше нет интервью, мы поговорим о том, что такое мое имя и насколько я им дорожу или не дорожу. Поэтому идем дальше с вами. А то мы что-то застряли в начале. Энни Дэй пишет. Доброго вечера, пана Михайло. Не мая такого канала, что я таки кожан день дивлюсь одного и того же спикера украиномовного. Олеж, а крем господина Зеленского, пана Зеленского. Пана Зеленского я дивлюсь. Он украиномовный и это украиномовный канал. Так? Пан Зеленский. Ну и на самом деле, конечно, я просто включаю какое-то интервью. Не знаю, там Ирина Узлова у кого-то берет интервью или Алена Курбанова. Я начинаю слушать. Иногда это оказывается на русском, иногда на украинском по-разному. Я заранее интересуюсь, потому что мне, честно, все равно. Я когда слушаю интервью, я даже не замечаю, на каком языке человек сейчас говорит. Мне это самому может быть трудно, да, говорить иногда на украинском. Но когда я слушаю, я просто не замечаю, что это за язык. Английский я еще замечу, что, а, это кажется, по-английски было. Но так я потом задним числом начинаю вспоминать. Иногда по-украински или по-русски я не вспомню, на каком говорили языке. Поэтому, да, смотрю вот так. У меня нет любимых спикеров, вот скажем так, кроме Зеленского, наверное, у меня нет любимого спикера, который все время говорит на украинском. Ну, например, там взять Портникова, так он то на украинском, то на русском. Дальше. Идем к серии вопросов про Илона Маска. Я вижу, что эта тема вас по-настоящему взволновала. Марина Чапак пишет. Добрый вечер, Михаил. Как вы относитесь к подкупу избирателей Пенсильвании Маском? Как его можно нейтрализовать? Наташа, Наталья пишет. Михаил, привет. Один миллион, который получил от Маска сегодня каждый, раз это не подкуп избирателей Трампа. Константинович пишет. Добрый вечер, Михаил. Как вы оцениваете, что делает Маск в поддержку Трампа, раздавая миллионы? И чем на это может ответить команда Харрис? Наталья Василенко. А если Маск дает миллион в поддержку Трампа, может ли найдутся избиратели, которые возьмут миллион и проголосуют за Харрис? Вот досюда, пока зачитал я ваши вопросы по поводу Илона Маска. Вынужден пояснить, что происходит. Я вижу, что многие из вас неправильно поняли, что происходит. Маск не платит тем, кто голосует за Трампа. Нет. У Маска есть, я точно сейчас не сформулирую, но что-то типа организации избирателей в поддержку какого-то кандидата. То, что в Израиле назвали бы Амута в поддержку какого-то кандидата. Сейчас, по-моему, их запретили, я даже не знаю. После того, как некоторых людей пришлось в тюрьму посадить за это. В том числе, многие мои знакомые присели в тюрьму в Израиле за организацию вот таких вот политических, как это тогда называлось-то слово, даже я уж не вспомнил. Соломинок или что-то такое на сленге. То есть, есть официально. Ну, в Израиле, как это работало в Израиле, все это Чикаго. Значит, вот есть официальный предвыборный штаб, деньги на него, официальный бюджет. Он ограничен законодательно. Законодательно. Ограничено то, сколько один гражданин может внести в этот бюджет, сколько одна компания может внести в этот бюджет. Поэтому, что делали? Что делали? Значит, брали, создавали общественную организацию, на нее собирали какие-то миллиарды шекелей, а та общественная организация, типа там, не знаю, военные в поддержку и куда барака. И фига-ка она размещает от себя объявление. Получается, что это проводит мимо предвыборного штаба. Вот в Америке такое разрешено. Разрешено. То есть, группа избирателей, которые поддерживают Дональда Трампа, и Илон Маск собирает подписи в петиции. Как бы петиции не написано, я поддерживаю Дональда Трампа. Написано, я поддерживаю свободное ношение оружия и свободу, по-моему, слова. Ну, то бишь, тезисы, которые продвигает Дональд Трамп. И Илон Маск платит 1 миллион долларов каждый день одному из подписантов такого письма. То есть, как бы это, как у нас с чатом, вот вы предлагали, да, тут ровно наоборот. То есть, вы предлагали, что давайте в чате, кто заплатит 5 долларов, того вопрос вне очереди. А тут Илон Маск говорит наоборот. Я вот каждый день одному из участников чата буду миллион давать. Представьте себе, да, что тут начнется в чате. Вот примерно так. Понимаете идея? Вот. Кстати, Карастму пишет, вы ошибаетесь, даотский шательман с самым светлым видением демократии номер один и точка. Да, Карастму, вы правы. Демократия, в моем представлении, выглядит в частности в том, что всеми травмный доступ к шательману, вот кто уже пришел на стрим, заплатите вы доллар, не заплатите, нет. Вы будете, нет шанса заплатить доллар и встать и пролезть вне очереди. Всем одинаково. Отвечаю, всем одинаково. Так вот, значит, нарушает ли законодательство Илон Маск своим деянием? Но это вопрос точно не ко мне, потому что я видел сам, что в Америке есть дискуссия на эту тему. И я думаю, что он посоветовал со своими юристами, прежде чем это делать, но он же не дурак подставляться, правильно? У него юристов армия просто там. Я думаю, что он все проверил, что он не нарушает законодательство, скорее всего. Но обсуждать поэтому я готов не юридический аспект, а политический. Вот вам мое личное мнение. Вот вы спрашиваете, чем может ответить Камала Харрис? Я считаю, то, что сделал Илон Маск вот с этим миллионом долларов, который он раздает в Пенсильвании, а почему в Пенсильвании, потому что это колеблющийся штат сейчас самый такой, ну самый важный из колеблющихся штатов, я считаю это огромной ошибкой. Вот просто огромной ошибкой. Я считаю, что он навредил избирательной кампании Дональда Трампа этим действиям. Я считаю, что Илон Маск, будучи там великим предпринимателем, визионером великим, политически катастрофа, просто катастрофа. Так бывает, что человек в одном деле сечет, а в другом полный ноль и со знаком минус. Но это как если бы я начал заниматься большим предпринимательством, да? Я бы разорился бы обязательно. Поручили бы мне руководить Теслой, я бы разорился. А Илон Маск удерживает ее на плаву. Но когда Илон Маск приходит в нашу среду, в политическую, то это он разоряет себя и тех, за кого он должен как бы топить. Объясню почему. Почему? Вот у Дональда Трампа имидж человека без тормозов, имидж человека, совершающего поступки очень спорные. Имидж человека, которого там шатает туда-сюда, который все время придет против системы и так далее, и так далее, и так далее. Напротив, у Камалы Харрис имидж человека системного, спокойного, предсказуемого, а Трамп непредсказуем. Соответственно, когда рядом с Трампом появляется еще один непредсказуемый человек, теперь возьмем избирателя. Избиратель говорит, так, я хочу предсказуемости и при этом креативных и ярких решений, говорит избиратель. Он говорит, так, у меня Трамп, яркие решения есть? Есть. Предсказуемость? Нет. Камала Харрис, яркие и креативные решения? Нет. Предсказуемость? Есть. И вот он почему-то склонился в пользу Трампа. Нас же интересуют колеблющиеся избиратели. Склонился в пользу Трампа, говорит, ну все-таки лучше пусть будет яркий, чем предсказуемый, решает этот человек. Но с небольшой разницей в голове решает. Вот я все-таки на 51% за то, что был яркий, на 49% за то, что был предсказуемый. И тут появляется Илон Маск. И он что делает? Он как бы усиливает качество Трампа, которое называется непредсказуемый, оторванный против системы и так далее. То есть я, как человек, сомневавшийся до этого, вдруг говорю, подожди, так рядом с Трампом еще такой же маск отмороженный, типа. Тоже такой же непонятный. Так они вдвоем такого наворотят, что, не дай бог, я лучше к предсказуемой Камале Харрисе. Знаете, те, кто стоят рядом с кандидатом, я вам как политтехнолог говорю, если у вас кандидат военный, ну например, у нас будет там, не знаю, заложный, наверное, будет выдвигаться президент. Я не знаю. То рядом с ним, вторым номером в списке, ну если это партийный список, должен быть профессор этого, не кислых щей, конечно, культуролог суд. То есть человек, женщина при этом, максимально далекий от него, рядом, потому что человек должен уравновешивать эти качества. Рядом должны быть самые спокойные. Вот стоит отмороженный Трамп, брызжет слюной, размахивает кулаками, рядом должны стоять ученые, моченые там, вот понимаете, да? И такие говорить, да, конечно, да, Трамп горячий человек, ну ведь все правильно, посмотрите. Вот все экономически обоснованно. А когда рядом второй отморозок появляется, это в минус тебе, в минус. Это как рядом с Камалой Харрис должен быть не такой же чиновник, а Тейлор Свифт, который играет на гитаре. Там логично. Спокойная Камала Харрис, полностью взбаломошная Тейлор Свифт. Вот что нужно. Вот это правильное сочетание. То неправильное. Поэтому, на мой взгляд, сейчас Илон Маск, значит, юридические вопросы не ко мне, а туда в прокуратуру. А вот политически я считаю, что он дает очки в минус своим поведением Дональду Трампу. Я думаю, что его могут даже остановить. Ну, попросить остановиться ребята из штаба Трампа. Это простая политтехнологически. Поверьте, вот спросите у любого качественного политтехнолога. Я думаю, что он подтвердит мою точку зрения. Вот этот вопрос найдутся ли те, кто возьмет миллионы и проголосует за Харрис? Обязательно найдутся. У меня папа такой был в Израиле. Получал всегда жилобные браки. Получал свои подкупы. На подкуп избирателей от религиозных партий. Свои 100 шекелей. И честно шел голосовать за совершенно других людей. Не буду говорить за кого. Ну, я бы точно так сделал, если бы голосовал. А как не породить-то? То есть, если я, например, за демократов, понятно, что я должен сделать. Первое, забрать миллионы республиканцев. Второе, проголосовать за демократов. Ну, это же логично. Чтобы лишить их и денег, и голоса. Ну, да я первый пошел бы подписывать и брать миллион. Конечно, да. Обязательно. Всегда так делаю. Наталья Романова при этом спрашивает. Скажите, неужели Трамп такой плохой вариант для Украины? И дальше. Неужели корейцы могут изменить ход войны? Переживаю. Спасибо вам. Наталья, начну с корейцев и закончу Трампом. Корейцы не могут изменить ход войны. Вот прям не могут изменить ход войны. Просто корейцы нам очень неприятны. Потому что корейцев тоже нужно как-то уничтожать. С ними надо воевать. Они будут убивать наших воинов. Вот и все. Вот у нас будут люди в Украине убитые корейцами. Понимаете? Раненые корейцами. Убитые корейцами. У нас уже есть гражданские убитые корейцами. Потому что ракеты-то корейские на Киев падают. А когда будут на фронте убитые корейцами? Это очень плохо. Но переломит ли это ход войны? Нет. Потому что мы все равно крутимся вокруг цифры. Там 10 тысяч человек этих корейцев. А это 10 дней призыва в России. 10 дней. 10 дней. Мы столько за 10 дней выбиваем. То есть это нам неприятно. Больно. Мы будем ненавидеть северокорейцев. Теперь все время существования Украины. Будет ненависть к Северной Корее. Но это не является переломом. Критичным чем-то и так далее. Про корейцев больше завтра расскажу. На обычном нашем выпуске. Потому что там есть политические заявления американские. Не хочу их сейчас трогать. Слишком глубокий. Для этого нужен такой. Более серьезный политический разговор. А вот по поводу Трампа. Неужели такой плохой вариант для Украины? Докзеленский же вам сказал. Повторюсь про этот тезис. Что у нас три варианта. На выборах в США есть три варианта. Это все осталось как есть. Он имел ввиду Камалу Харрис. Если что. И еще два варианта. Если бы вслух это озвучивал. Он бы сказал так. Он бы сказал. Один вариант это хороший Трамп побеждает. Извините. А второй вариант это плохой Трамп побеждает. То есть Трамп который в результате поддержит Украину. Или Трамп который в результате попытается. Ну не попытается установить договор. Сговориться с Путиным. Вот. Поэтому я бы так сказал, для меня лично, опять не буду сейчас углубляться, я уже тысячу раз углублялся, для меня лично Трамп это символ нестабильности для Украины, символ того, что мы можем очень много потерять, а можем приобрести тоже много. И вот когда вы, я не знаю, вот у вас какое сейчас настроение, у разных людей, в Украине сейчас разное настроение. Вот я почему, ну вы поняли. Потому что у меня настроение такое, что я хочу, чтобы сильных изменений не было, чтобы мы плавненько продолжали прежнюю политику. А вот этот гэмблинг, типа, может повезет, может не повезет. Мы будем иметь дело и с тем, и с тем. Разбираться придется в любом случае. Кто бы у них не победил в Америке, мы не вмешиваемся. Мы просто как бы свои чувства отражаем, но не вмешиваемся. Мы сидим здесь в стороночке, спокойно курим бамбук и ждем. Будет Трамп, будем работать с Трампом. Будет Харрис, будет работать с Харрис. И Зеленский уже этим занялся. Его этот план победы во многом ориентирован на Трампа, как вы и я снилось. Потому что вот этот тезис плана победы, что мы разместим украинские войска вместо американских в Европе, которые сегодня там уже оспаривают, неважно. Вот да, сегодня я вам скажу. Сегодня он, по-моему, председатель парламентской ассамблеи НАТО, не помню, чувак, итальянец. Он говорит, нет, это очень плохо то, что предлагает, значит, Украина заместить американские войска украинскими войсками в Европе. Это плохо, говорит. Нам так не надо. Это все подыгрывание Трампу. Тогда подыгрывание Трампу. Это мы готовимся на случай победы Трампа. Трамп так хотел заменить американские войска на Украине. Мы заменим. Мы готовы, сказали мы. То есть мы как бы принесли Трампу решение. И там внутри есть еще одно решение, которое я пока не готов озвучивать. Почему? Его открыто никто не называл, но мы до него доберемся в сегодняшнем выпуске. И я намекну на второе предложение в адрес Трампа. То есть, поймите, план победы, он адресован как бы и Трампу, и Камале Харрис. Да, специально показывается. Трампу и Харрис. Поэтому из пяти пунктов два с половиной для Трампа, два с половиной для Харрис. Победит Трамп, будем эти реализовывать. Победит Харрис, эти. Нам надо было создать инициативу на случай победы Трампа. И мы ее создали. Молодцы, я считаю, наши. Отработали. Круто. Прям реально круто. Трампу и Харрис. Главное, чтобы украине помогали. Пишет хаски-хаски. Ну, так вот мы об этом с вами и говорим, что совершенно не очевидно. Совершенно не очевидно, что так будет. Так, кто-то кого-то там предлагает уже банить. Михаил, вы сегодня интригуете. Надь и Одесса. Да нет, я сегодня просто пару раз какие-то темы перенес либо на потом, либо отослал к прошлым выпускам, потому что слишком много вы про это говорили. Хорошо. Иду дальше, давайте по пунктам. Молдова. Я надеюсь, что сейчас меня смотрят люди из Молдовы. И надеюсь, что некоторые из них проголосовали сегодня на референдуме за или против вступления в Евросоюз. Если вы смотрите меня из Молдовы, вот Дойна смотрит меня из Молдовы, напишите, напишите, Молдова за или Молдова против? Вот за, пишет Дойна, правильно. Напишите, Молдова за или Молдова против? Кто-нибудь. Ну, вы просто даже за или против? Михаил, как вы считаете, близок ли Запад к пробуждению? Нет, Хабиби, не близок. Простите, Хабиби. Молдова за, за, Молдова за, за. Никто из Молдовы не смотрит. Пишет Рейзер Пин. Браво, смешно. Оксана пишет «за». Сегодня у Харис с День Рождения. Да ладно, сейчас проверю. Молдова, держись. Вас Витая Херсон, спасибо большое. Молодцы, да, «за». Слушайте, вся Молдова «за». Ну, не вся Молдова, естественно. Вся Молдова, которая смотрит Шательмана. И Игорь Клуприн, и Татьяна Скакун, и Лука Ленин. Все «за». То есть, короче, не нашлось у нас из Молдовы людей, которые против вступления в Евросоюз. Напомню, что сегодня первый тур выборов... Сегодня первый тур выборов президента Соединенных Штатов Америки. И одновременно сегодня референдум в Молдове о вступлении в Евросоюз. За или против. Потом еще будет второй тур. Да, вы правы, Камал Ихарис, День Рождения. Блин, действительно, 60 лет. Кто мог подумать, да? Кто мог подумать, что Камале Ихарис 60 лет. Выглядит-то она... Мало же меня, по-моему, да? Нам. Не знаю. Вам нравится Камала Ихарис? Шучу, шучу, шучу. Ладно. Аляска приветствует. Молдова «за». Выглядит на все 50, говорит Саня Бакланов. Ну, соглашусь, кстати. Да, для меня, что Камал Ихарис, вот честно, я, когда узнал, что ей 60, я был в шоке. Что, типа, она старше меня? Да ладно. Я думал, она мне в эти годится, но вы поняли, в кого. А оказалось, постарше даже. Ну, хотя тоже годится, да. Вот так, у Камалы сегодня 60 лет. Ну, что ж, поздравляем, действительно, поздравляем. Катя Кучер пишет мне такие сладкие слова, что я не могу их не зачитать. Михаил, вы умнейший мужчина. Обожаю трактовки. Спасибо, Катя. Идем дальше по списку вопросов. Значит, да, референдум мы отметили. Завтра сообщу результаты референдума. А надеюсь, что Европа примет нас, будет принимать нас в Евросоюз, будут вместе, Молдову и Украину в один и тот же день. Вот интересное письмо от Алексея Котова. Михаил, а интересно, есть уже реальные люди, кто подписался на вас по скидке из вашего списка? И есть ли реально те подписчики, кто такую скидку уже получил? Или пока это такая рекламная бла-бла тема? Значит, Алексей, первое. Это совсем не рекламная бла-бла тема, потому что я прям из-за этой темы не успеваю переварить ваши письма. Их слишком много на эту тему. Это кто знает, вот эта программа Шритальмания, она же глядачи канала Шритальман, где бизнесы по своему желанию собственному выдают скидки подписчикам канала Шритальман. Кто сколько хочет. То есть вот для подписчиков скидка, да? Так вот, я вам расскажу. Значит, я получил очень реально много писем. Первое. От владельцев бизнесов, которые ввели это правило, и уже эти скидки дают. И уже они подписали людей. И они мне присылали прям фотографии людей, которые вот так показывают. Ну, то есть фотографии человек показывает телефон с тем, что он подписан на канал Шритальман. Вот это то, что я могу вам ответить, есть ли новые подписчики. Вот такие есть. Но я, естественно, с ними не общался. Когда-нибудь, пройдет год, и мне напишет человек, а я подписался на вас благодаря тому, что в Грузии в кафе мне дали скидку, или на Аляске в книжном магазине мне дали скидку, или там в бухгалтерии в Киеве мне дали скидку, поэтому я на вас подписался. Но эти люди еще не написали мне пока. Но сами владельцы бизнесов, вот они настоящие, все настоящее. Скидки эти люди получают точно. Вот это я знаю, кстати, почему. А один мой знакомый уже обращался, дали скидку, правда. Это сто пудов. Вот. Ну и сегодня очень коротко оглашу со всем. Сначала просто письмо от Светланы, и это не про скидку, но как. Михаил, здравствуйте. Сегодня во сне я была в России, в Ростове. И во сне я хотела что-то купить, а продавец говорит, подпишитесь на Шетельмана. Я сказал, что подписана очень давно. Вот что бывает, когда на ночь смотришь Шетельмана. Я прямо не знаю, что мы все будем делать, когда вы уедете в Рио. Всех благ и до встречи на стриме. Спасибо, Светлана. Вот мы и встретились с вами на стриме. Не едьте в Ростов ни при каких обстоятельствах. Даже ради скидки по подписке на канал Шетельман. Остальным, кстати, подписаться, кто еще не подписан, и поставить лайк этому видео прямо сейчас. Александр, значит, он из Киева, и у него есть теперь два завода в Киеве. Ну, у него, у него, у его друзей, не знаю. У его коллег заводы по производству мебели. Они делают мебель в Киеве и в Задаре, в Хорватии. И рассылают по всему миру. За последний год мы рассылали в Париж, Лену, Тбилиси, Херцог, Нови. А, Херцог, Нови, это Черногория там был. Каир, Тиват, тоже Черногория, Барселона. Я поставил Александр мебель, его инстаграм внизу. Кому нужна мебель, к Александру. Заводы в Киеве и в Задаре. Ксения из Киева пишет про массаж, массажный салон. Южнокорейский аборат комплексной терапии. Каждому Шетельманцу скидка на массаж 15-20%. А военным с подпиской бесплатно. Во как. То есть приходит военнослужащий, и он подписан на канал Шетельман. Ему бесплатно еще сделают массаж у Ксении. Причем есть в Киеве, есть в Хмельницком. Ссылка внизу в описании на Facebook. С Ксенией договаривайтесь. Василь, он вообще пишет мне. Михаил, я знаю, что вы любите футболки. Я тоже люблю футболки. Поэтому он открыл магазин футболок. И предоставляет скидку 10% по промокоду Шетельман. То есть надо вписать промокод Шетельман. Получите скидку 10%. Тоже как бы ссылка в описании на его прямо сайт PrintArt. И, наконец, Ирина. Последняя из сегодняшних наших лауреатов премии Шетельмана, что ли, извините. Тут сложно с Ириной все. Она из Харькова. Меня зовут Ирина, я из Незламного Харькова. Всю войну тут. И не хочу покидать ее на крайшем месте Украины. Побачила вашу акцию для подписников. И тоже хочу принять участь. Я, и дальше, внимание, когда я прочитал специальность, я, честно говоря, офигел просто. Так что я сначала подумал другое. Ирина – таргетолог. И дает скидку 15%. Ссылка в описании. Но я же сначала, Ирин, простите, прочитал таролог. Я думал, вот дожились мы. У нас тарологи по скидкам для подписчиков Шетельмана-то. Но оказалось, таргетолог, то есть маркетингом человек, занимается. Если что, обращайтесь к Ирине. Хотя самое крутое письмо, которое я получил по тему вот этих скидок, на тему этих скидок, я получил от девушки одной из Америки. Я сейчас расскажу эту историю в двух словах. Ну, забавно, правда. Она занимается выращиванием одного интересного растения. И она это растение продает легально. Там в Америке разрешено в некоторых штатах. И в том числе она продает это тем военнослужащим, которые приехали на лечение. Опять-таки легально. Но вы знаете, о чем я говорю. Так вот, про это нельзя. Это все нельзя называть. Нельзя рекламировать и нельзя называть на стримах. Поэтому я сказал, что простите, скидки подписчикам Шатремана вы можете давать, но я не могу о них рассказывать, потому что это то, что нельзя. А мы идем дальше по тем вопросам, которые можно. Наташа Наталья пишет. Львы из Мариуполя оказались настоящими украинцами. Ну, Наташа, не могу с вами согласиться. Значит, настоящими украинцами оказались киевские львы. Это та самая баскетбольная команда, которая поехала в Вильнюс на соревнования, или в Каунас, не помню. В Каунас, наверное, да? Вот. А... Может, и Вильнюс. Забыл, простите. А львы из Мариуполя... В чем идея сейчас? Что львы из Мариуполя, украденные россиянами из мариупольского зоопарка, их отвезли в Крым, и они там сожрали надзирательницу свою. Но есть нюанс. Та надзирательница, которую они сожрали, она украинка. Она жила там до оккупации. Поэтому они как бы нашего человека сожрали. Поэтому я не могу сказать. Если бы они сожрали россиянку, то да, ну, в смысле, которая приехала оккупировать территорию, то история была бы простая. А так, к сожалению, все не так просто. Да. Все, к сожалению, не так просто. Виктор Боев пишет. Сознайтесь, ребята, нас объединил Шительман. Ну, объединил, но сейчас буду рассказывать про Курбанова, может, разъединю. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, в каком смысле? Может, вы со мной не согласитесь. И тогда получится, что я вас разъединяю. Алла пишет. Интересно было бы взглянуть на ваши фото в детстве и юности. Это возможно? Да, Алла. В юности у меня на Фейсбуке есть куча фото, по-моему, из моей юности. Ну, из такой алкогольной, ликероводочной. Я там бухаю на всех фотографиях. Лет так, наверное, там лет с 20 мои фотки. Но не раньше. А детских нет. Ну, у меня нигде выложенных. У мамы все лежит дома. А юность, да, юность ищите в Фейсбуке. Ну, хорошо. Раз уж так долго интриговался ты Курбановой, придется добраться до этой темы. И, честно говоря, я вам объяснял уже, почему не хотелось и что это такое. Вот зачитаю ваши письма. Но письма он получил действительно дофига даже в этом чате, слушайте. Сейчас начну зачитывать, вы офигеете. Ирина Михайловна пишет. Витаю вас, пан Михайловна. Не знаю, что там у вас с Курбановой Аленой. Али я думаю, что кожан мая мать и право выбора, куда и як идти и в яком направлении. У кожаного может быть и ризна позиция, основная в частную зупинитись. Ирина и все остальные зрители. Мы с Аленой Курбановой не расходились ни в каких позициях. Я продолжаю уважать ее как журналиста. Вот как журналиста, да, как человек, который работает, как журналиста. Задает им какие-то вопросы, проводит какие-то интервью. Я же сказал уже там, ну, на Греме, я не могу ходить на ее канал. У меня возникла проблема с ее каналом. Я о ней расскажу. Валентина Печерская. Да, это все не относится... Знаешь, какие версии мне написали, слушайте, ребята? Это потому, что Курбанова стала приглашать какого-то... Поэтому Штельман не ходит. Ну, правда, я вам тысячу раз говорил. Я не смотрю, кого еще этот журналист приглашает. Ну, боже мой, это его личное дело, да? Это ему решать, а не мне. Это не идеологические противоречия. Но вы сейчас поймете, какие. Валентина Печерская. С нетерпением жду историю с Курбановой. Вы улыбались, когда анонсировали, значит, не все серьезного. Но все же Алену не люблю. Жаль, что Фейгин с ней зацепился. Видите, какие интриги. Ну, конечно, ничего серьезного, Валентина. Слушайте, было бы серьезно, я бы точно все-таки заставился молчать. А так троллинг. Козуля Александр. Не знаю, чем завинела Курбанова, а про всяк выпадок больше. А, на всякий случай я больше не смотрю. Вот так. Не знаю, в чем виновата Курбанова, но на всякий случай я больше не смотрю. А вот Оксана на меня решила наехать сразу. Оксана пишет. Про анонсированную Курбанову. Не так страшен палач, как отвратительные зрители. Апеллировать к заангажированной аудитории как-то не по-пацански. Надеюсь, выпуск не об этом. Нет, Оксана, выпуск не об этом. Апеллировать к аудитории не буду. Наоборот, хочу пояснить, раз и навсегда, закрыть вопрос и больше ни в одном стриме к нему не возвращаться. А то, видите, я попытался это сделать на Грэме. Закрыть вопрос и не возвращаться. В результате все вернулись, начиная с Грэма, с заголовка. Я хотя бы в заголовок не стал выносить слово Курбанова. Вероника Рокс. Сегодня узнаем, что там с Курбановой за история случилась. А то слухи по YouTube уже самые фантастические. Вероника, вы меня заинтриговали. Напишите мне потом куда-нибудь в комментариях, что за слухи-то фантастические. Обожаю слухи, слюна капает каждый раз. Я же обожаю интриги, слухи и так далее. Просто не люблю сам участвовать, а слухи люблю. О себе в том числе. А вот тут претензия еще одна от Миши. Миша пишет мне. По поводу Курбановой. Думаю, Михаил словил звездную болезнь от всеобщего узнавания на улицах и сотен тысяч подписчиков. Разрушить самый лучший дуэт. Даже если она в чем-то не права, можно простить ее. Можно простить-то, Миша. Но любовь-то не вернешь, правильно? Я вам сейчас расскажу, в чем дело. Наташа Наталья. Не Курбанова, а канал. Не Комова-на-Працевалова. Она в иконы, а не прямое решение там. Не знаю, Наташ, работает она там или принимает она там решение. Руководит она там или не руководит. Это не мое дело, я туда не лезу. Вот дальше Елена Колосова. Тоже наезжает на нас всех вместе. Не только на меня, но и на вас. А кроме Курбановой, попсовую публику ничего не волнует? А еще слушать, как Михаил раздувает миф про ядерные возможности Украины. Водолях уже сказал, что это пустая рассуждалка для Запада, кружевные трусы. Алена, ой, Елена, извините, Колосова. Порассуждаем мы про кружевные трусы сегодня обязательно. Для Запада порассуждаем. Прямо здесь и про ядерку тоже. И миф мы раздувать не будем. Мы его будем постепенно сдувать, но обсуждать, где он нам и когда пригодится. А вот Людмила Федоровна меня раскусила. Я думаю, что уловила мысль Михаила по поводу стримов с Курбановой. Она поступила, ну не буду, когда делала подводку, якобы стримов с Михаилом, а Сова использовала запись его ежедневных выпусков с Израиля. И так рассказываю всю подноготную. Значит, приезжаю я из Израиля. Как вы знаете, отсутствовал несколько недель. О чем предупредил. Несколько недель не давал интервью. Никому, в том числе Алене Курбановой. И вдруг мне присылают люди, я сам не нашел, ссылку на стрим на канале Курбанова Live. Стрим со мной. Я такой смотрю. А я приехал во вторник. Понедельник, понедельник. И во вторник еще не вышел на стрим. Но я сразу несколько дней не готов после такой поездки. Пересмотрю, значит, вот в обычное наше время, типа, и оно прямо темы, которые я освещаю. Я такой, что думаю, что за фигня? Залезаю. Это для тех, кто не видел, потому что все это уже убрано с канала Курбановой. Вы уже не найдете, кто пропустил. А там, значит, начинается стрим. Как всегда, в 21.00 во вторник. Сидит Алена Курбанова в своей обычной студии. Говорит, здравствуйте. Сегодня у нас стрим с Шетреманом. И что-то начинает там рассказывать. Кто у нас сегодня смотрит. Вот нас смотрят из Алматы. Вот нас смотрят из Киева. Вот нас смотрят из Херсона. Всех приветствуем. Ну, на свои там 5-10 минут разговаривает, как всегда. Даже говорит, а теперь к нам подключается Михаил Шетреман. Я такой думаю, что? Сейчас я подключусь. Я же сейчас вот тут в кровати лежу. Как я подключусь-то? А там? Подключаюсь я. Здравствуйте, говорю. Нифига себе. Думаю, что за х**. Оказалось, они взяли мой вчерашний стрим. То есть взяли, Алена записала превью. Ну, в смысле. И к этому приклеили мой старый вчерашний стрим. С моего канала. С канала Шетреман. Я смотрел, у меня челюсть отпала, понимаете? У меня челюсть отпала. И так было три недели подряд, как совершенно справедливо пишет Алэ Вит. То есть, я так типа, я прямо отмотал на три недели назад, нашел три таких стрима. И создавалось ощущение у зрителя, что это я сижу в Израиле и разговариваю с Аленой Курбановой как будто. Хотя я этого не делал. Знаете, сколько у меня возникло с этим неприятностей? Давайте так. Самое малое из них, мне некоторые думают, что я обиделся, что взяли мое видео. Это самое малое. Если просто взяли мои видео без спроса, потому что я не разрешал вообще. Есть несколько каналов, которые берут мои видео, но мы с ними договариваемся об этом, о том, что они берут мои видео. А этот канал, Курбановый лайф, не договаривался со мной о том, что он будет брать мои видео. Но это была, еще раз говорю, самая маленькая проблема. Ну, можно было бы отнести так. Ну, я так. Я же все время пытаюсь найти хорошее, доброе и пытаюсь найти хорошее объяснение. Подчеркиваю, это все было поздно, ну, ночью, да, вся эта история происходит. Я вот сижу один и думаю об этом. Я думаю, так, ну, хорошо. Мы взяли видео по ошибке. Ну, типа, подумали, что раз другие каналы берут, то, типа, может, я всем разрешил, хотя я не разрешал. Ну, могли же по ошибке? Могли, думаю. Ну, могли, ладно. Но дальше. А дальше-то что? А дальше вот приклеили как-то и сделали вид, что это как будто бы другой стрим. Но это нельзя сделать по ошибке. Это нельзя сделать случайно, понимаете? То есть, случайно сделать фейковый стрим со мной сделать уже нельзя. Это нельзя сделать по ошибке. Вот нельзя сделать это по ошибке. Я стал думать о последствиях реально для себя. Значит, первое последствие я увидел сразу в комментариях, там же под стримом комментарии. Да что это за чушь? Это фейк? Какого чушь? Шатерман этого там это, а то сё. Да это уже он говорил. То есть, как бы меня выставили. Меня выставили сначала каким-то, да, который сегодня говорит то же, что он говорил вчера или позавчера. Причём, что часто эта информация устаревает, и уже есть развитие событий. А человек же не задумывается часто, знаете. Ну, сидит человек там, варит себе курочку, правильно, и слушает стрим. И я ему рассказываю что-то, что было позавчера. Как будто я не знаю, что за последние два дня в этом что-то было, развитие событий. То есть, сначала меня выставили перед зрителями. Прямо и вот меня. Мало того, я же там, они же мой стрим там приклеивали, где я разговариваю с вами, со зрителями. И получилось, что я там разговариваю с невидимым собеседником. Потому что Курбанова этого не спрашивает. Представьте себе, да, там же Курбанова как бы. Она этого не спрашивает, а я как бы ей говорю, вот вы спрашиваете, что это. Она этого не спрашивает. То есть, ну я совсем придурочный, можно только пальцем у виска покрутить. Я подумал, я плохо выгляжу. И тут меня стукнула ещё одна история. За время моего отсутствия, несколько каналов, не буду называть. Ну я же всем отказал на это время. Я же когда уезжаю, я всем говорю, что до свидания, дорогие друзья. Вот эти несколько недель не смогу быть. Но всем, иначе люди обидятся. Ну представьте себе, да, я одним сказал не буду, а другим, а на другие пошёл. То значит, я одних предпочитаю другим. Не красиво и не комильфо получится-то. Понимаете, чувствуете момент. Поэтому я близким ли каналом себе, далёким ли, всем говорю, ребят, нет. И появлялся я в эфире в исключительных случаях. Был какой-то день рождения канала Грэм. Однажды была какая-то острая история, я у Ходорковского появлялся. Ну вот за этот раз, один раз я за три недели вышел в эфир в Ходорковском. И к Грэму один раз, когда обстрел в Иране, я просто там был, записал им двух минуточку. И я вспомнил несколько каналов, мне писали, Михаил, а вы же как бы уже ходите на каналы? Я пишу, нет, не хожу. А, да, мы думали, что вы уже ходите. А я же каждому написал дату, когда я возвращаюсь. И тут я понял, они видят эти стримы, они видят, что я выхожу у Алены на канале. Понимаете? И потом мне конкретно-таки прислали одни люди. А вот же, вы же выходите там. И предъявили мне претензию, что я их как бы кинул и обманываю их. А это сколько людей сказали, а сколько не сказали, а только подумали, что я их обманываю. То есть, со сколькими журналистами я испортил отношения, и со сколькими владельцами каналов из-за этого. И у меня как бы вот это все в голове. И я всю ночь думал, ну что мне скажут. И когда я написал вопрос утром, дождавшись утра, что скажите, а вот что это такое? Не знаете, что написали? Ну я дальше вот все остальное рассказ не буду вам рассказывать. Вот специально. Я скажу только одну первую фразу. А, ну если вам не нравится, мы уберем. Поэтому, когда вы, дорогие друзья, пишите мне, что это потому, что я идеологически? Нет, ничего идеологического. Ну ничего идейного в этом нет. Не потому, что кто-то из нас хорош, а кто-то из нас плох. Не потому, что кто-то на кого-то работает или кто-то на кого-то не работает. Вот такая простая история. Она человеческая, не идейная, не идеологическая. Я просто не могу доверять. И вы пишете мне, вы разрушили там замечательный дуэт. Да, как я в свое время предъявлял Фейгину претензию. такую заочную, что он разрушает дуэт с Арестовичем и говорит просто «Ну, это мое личное дело». Нет, говорил я господин Фегин, это не ваше личное дело. Вы должны объяснить, потому что это общественное достояние уже. Ну, Фегин-Арестович пара. И вот я сейчас вам могу сказать, почему я не готов больше идти на канал Курбанова Лайфа. Я не могу доверять, у меня нет доверия. Я не смогу улыбаться искренне. Моя улыбка будет не искренней. Я в своей жизни я в своей жизни мы вам больше верим, чем Курбановой. Да Курбанова ничего не отрицает. Перестаньте. Она написала извинительный пост у себя там в Телеграме. Она ничего не отрицает. Еще раз. Я не хотел, не дай бог, сейчас кого-то обвинить, вывести на чистую воду. Я хотел объясниться с вами, потому что слишком много вопросов. Как мне кажется, объяснился. Я объясню даже больше. Уже забыли про Курбанову. В своей жизни я много раз совершал ошибку. Когда отношения портились чем-то, как говорится, черная кошка перебегала на рогу. Это было и с женщинами у меня, и с мужчинами, хотел сказать, и с деловыми партнерами. А я все надеялся склеить, склеить, склеить надеялся. А оказалось, что разбитую чашку склеить нельзя, ребят. Вот это мой личный вывод из всей моей жизни. Что любые психотерапевты, которые будут доказывать, что они сейчас склеют ваш брак, когда у вас уже все посыпалось. Вот я не верю в склеивание. Ну, когда это по-настоящему вот такое. Я не верю. Простите. Поэтому настроенческие я бы не смог. Все-таки эти стримы, мои с Курбановой, были построены на неком настроении. На нашем взаимном таком политическом флирте, назовем это так, не личном, а просто мы могли подхватывать шутки друг друга и так далее. И вот так я бы уже не смог. А в этот момент просто как с обычным еще одним журналистом, хорошим журналистом, профессиональным, проукраинским и так далее. Просто с еще одним я не смог бы так относиться. Понимаете? Это как, ну не получается у меня дружить с бывшей женой, например. Ну не получается. Ну это я сейчас сравниваю просто. Вот. Вот такие дела. Хотя однажды, один очень расскажу вам историю про своего достаточно близкого друга. Это было начало великой дружбы, сказали бы в фильме «Касабланка». Значит, была у меня такая история, мы потом ее вспоминали, очень смешно, когда нас спросили, как вы познакомились у нас с этим другом, спросили, а как вы познакомились? На что это мой друг говорит, я приносил Шетельману извинения через газету официальные. Вот так мы подружились. Как было дело? Начали мы там бизнес-отношения, короткие очень. И тот человек, вот этот мой друг, он, значит, ну, мы стали, моя компания стала подрядчиком его компании. А он разослал своим клиентам тогда письмо, в котором написал, что вот команда, значит, вот Шетельман там и еще люди, которые со мной, что вот они часть моей команды теперь написал он. И просто включил наши там имена, что типа как будто бы я часть его команды. Хотя моя компания была его подрядчиком, а не частью его команды. И разослал это разным людям, в том числе моим клиентам. И мои клиенты мне такие приходят, говорят, так ты что, теперь у него работаешь? Я говорю, нет. И это все было в начале, вот буквально при выполнении первого заказа. То есть мы выполнили для него один заказ, а он такое разослал. Я к нему прихожу, говорю, дорогой товарищ, что это за херня? Ну а что такое? Говорю, ну вот так-то и так-то. Он говорит, ну смотри, да, я не прав, я ошибся, говорит он. И давай так, так как я не прав, то давай я выплачу компенсацию вам за это. Ну за то, что вот такое написал, это моя ошибка. Говорит, да, признаю. Я говорю, нет, мне деньги не нужны. Ты должен всем этим людям, а он еще напечатан, это было напечатано в газете. Он должен в газете в таком же объеме напечатать, что Шательман и вот эти люди не являются частью твоей команды, что это была ошибка. Говорит, да пойми, это так ударит там по имиджу моей компании. Говорит, вообще не волнует. Я был злой тогда, страшно. И человек эти извинения принес, через газету напечатал эти извинения. С тех пор мы и дружим очень близко, объездили вместе многие страны мира, путешествовали, в Африке побывали. Вот так бывает. Потому что человек сразу понял правильно. То есть я пришел, он не стал говорить мне, не нравится, я сейчас тут поменяю. Нет, он выполнил все, что я хотел, несмотря на то, что ему это было больно и дорого, но он все это сделал. Поэтому всякое бывает. Идем дальше. Ну сколько можно, спрашивает Татьяна. Татьяна, это же сейчас я вам про людей рассказываю уже. Я вам рассказываю про людей, про отношения, про то, как строить отношения в жизни, в бизнесе и в личных отношениях. Поэтому вы воспринимайте это вот так. Не все же нам про снаряды, правные патроны говорить. Нам еще жить и после войны тоже. И там нам понадобятся и бизнес отношения, и личные. Делюсь с вами личными переживаниями. Private Bay спрашивает. Private Bay, пиратский. Бэй спрашивает. Что означает выражение Казабулды? Не знаю, как пишется. Ну да, видимо, я слишком часто его использую, никогда не пояснял. Спасибо, Private Bay, что заставили меня сейчас пояснить. Казабулды означает на кыргызском кирдык. Ну то есть все, умер. Ну и откуда это все взялось? Ну пошел этот мем Казабулды. Потому что, Казабулду точнее. Потому что в Кыргызстане есть радио Азаттык. То есть радио Свобода. Свобода по-кыргызски Азаттык. Они, естественно, пишут русскими буквами. Ну, по-кыргызски пишут русскими буквами. И вот как-то пошло с заголовков. Потому что они сообщили, что умер Александр Литвиненко. Когда это был скандал, убийство Александра Литвиненко в Лондоне и так далее. Они написали новость, которая называлась Александр Литвиненко Казабулду. То есть Александр Литвиненко умер. А так как другого источника еще ни у кого не было, то весь русскоязычный интернет обошло сообщение со ссылкой на радио Азатык, то есть радио Свобода, Александра Литвиненко, Каза Булду. И с тех пор это Каза Булду вошло в сленг русского языка, что кто-то умер, это Каза Булду. Ну и дальше, вот я сейчас нашел примеры применения. Илья Кормильцев Каза Булду, Лара Пальмер Каза Булду, Майкл Джексон Каза Булду, Калабильды Каза Булду. Я, кстати, не знал, что Калабильды Каза Булду. Очень жаль, если это действительно так, что Калабильды не доживет до победы. Я сейчас на ходу придумал, честное слово. Простите за каламбург. 13 тысяч лайков. Хотелось бы прибавлять лайков, тем более, что у нас уже 26 700. Иду дальше по вашим вопросам. Google the mind. Мне очень понравилось ваше интервью об искусственном интеллекте каналу «Разные люди». Теперь понимаю, почему в ваших передачах так много стихов, пословиц и так далее, которые я не понимаю. Пойте, играйте словами, нам важна ваша уникальность. О чем это? Сейчас я вам скажу. Сейчас я вам скажу, потому что тут есть еще кое-что. София Стефания пишет. Посмотрела нашего Шетельмана на канале «Разные люди». Гордилась, потому что я же лично с ним знакома. Я же Шетельманка. Ну, лично знакома в смысле через это. Да, вышло мое интервью на канале «Ризны Люды». Интервью, посвященное в основном искусственному интеллекту. И там, я, наверное, не помню, я где-то рассказывал про это на других каналах «Наверное». Я там подробно рассказываю историю о том, заменит ли искусственный интеллект блогеров и почему меня не заменят. И рассказывал я это на примере того, как искусственный интеллект расшифровывает. Ну, сейчас, прямо, вот каждое воскресенье я играю, как вы знаете, в проферанс. А в это время искусственный интеллект расшифровывает наши разговоры и пытается сделать выводы о наших разговорах. Вот что интересно. Ну, это так, для знатоков искусственный интеллект. Но это встроенная функция в Зуме, не важно сейчас, все подробности не важны. Короче, в работе, например, я использую искусственный интеллект, что когда я встречаюсь с людьми через Зум, то мне саммари нашей встречи пишет не секретарша, а искусственный интеллект. Прямо вот я встретился с двумя-тремя работниками, а мне в конце выдано, значит, обсуждали. Бум-бум-бум. Михаил сказал так-то, люди сказали так-то. Выводы. Следующие шаги. Там Сергей обещал до понедельника написать, Марго обещала нарисовать, Джеймс обещал спеть, правильно, и так далее. Вот, это то, что мне приходит. А когда, значит, я играю в проферанс, то само собой, что как бы Зум тоже расшифровывает, потому что я функцию не отключаю, и он меня тоже расшифровывает наш разговор. И дальше этот Зум пишет, что, ну вот там, Марго, значит, он не пишет, Марго снесла туза треф, он пишет, Марго выразила сомнение в эффективности короля, сейчас скажу, короля бриллиантов. Я такой сижу, какие короли, каких бриллиантов? Король Бубей, понимаете, это король бриллиантов. Он, искусственный интеллект, не настроен разговаривать про карты, он не понимает правил. А кроме того, как я играю с людьми, которых я знаю 40 лет, 40 лет, то мы не разговариваем нормальными словами, мы разговариваем только культурными отсылками. То есть, грубо говоря, 32 года назад один из нас кому-то что-то сказал, и все тогда поржали. И сейчас ему достаточно сказать слово, не знаю, Катманду, как все поймут, о чем идет речь. А искусственный интеллект не понимает, он начинает сходить с ума. Он мне пишет огромный отчет и говорит, я вообще не понимаю, что происходит. Эта речь наполнена шутками, культурными отсылками, цитатами из книг и песен. Они явно обсуждали события в Сталинграде, а Сталинград, кто знает, это термин из проферанса, да? Дальше, есть проферансные поговорки, под игрока Симака, под виску за спуза. И вот, а есть такой тренер Зенита Симак, они обсуждают футбольного тренера, футбольного клуба Зенит, значит, Симака. И под него надо что-то там, да? Под игрока Симака. Вот, то есть, они думают, что это про футбол. И я понял, искусственный интеллект не сможет повторять Шетельмана. Шетельман состоит из пословиц, поговорок, побасенок, песен, на ходу сочиняет стихи и культурные отсылки. Вот такой искусственный интеллект изобретут, но позже, чем обычный. Вот обычные новости, да, а это, нет. Это вот, когда я начинал отвечать на ваш вопрос по поводу того, там, донаты, не донаты, и на Юлии Баланчук вопрос, то мне вот многие пишут тоже, Михаил, а вы давайте, вы будете включать у себя, например, там, в ваши стримы, включайте еще кадры из телевидения, там, вот как ICTV делает. Как только я начну это делать, я превращусь в ICTV, это превратится в мою работу. Мне нужно будет покупать кадры, на какие-то права. Вот так у меня есть права на меня, на эту футболку и на этот задник, понимаете, и на котика, который приходит. На это у меня права есть. А на музыку, кадры у меня прав нет. Если я начну это делать, будет коза булды. То есть, я сдохну от этого, потому что я это буду работать. Я буду над этим тогда работать постоянно. Вот, и, а главное, что меня победит искусственный интеллект, потому что завтра у всех одинаковый будет доступ к искусственному интеллекту, и все нарисуют одинаковое. А я обязан делать только то, чем я отличусь, потому что, как учил Борис Абраж Березовский, и вы можете об этом услышать в моем документальном фильме «Так говорил Березовский», делай только то, что можешь сделать только ты. Вот этим я и занимаюсь. Вы меня спрашиваете о том, сейчас мне надо тут один факт заснять, секундочку. Фотофакт, все заснят. Итак, ну, неважно, крысы в футбол играют, я заснял. Меня спрашивает Оксана Ярославна. Михаил, а как вы используете искусственный интеллект в частной жизни? Оксан, ну, в частной никак, в рабочей использую постоянно, сейчас уже. И я считаю, что за этим не просто будущее, а за этим настоящее. Что сейчас каждый, кто над чем-то работает, ну, и чья работа связана как-то с, в том числе, с умственным трудом, любым, неважно, врач, адвокат, бухгалтер, политтехнолог или программист, если вы не будете это использовать, то вам вот реально коза булды, как профессионал. Знаете, что это напоминает, какие времена? Вот когда я встречал в, скажем, 2000 году моих коллег, которые при этом не умели пользоваться интернетом, то я как бы понимал, что, ну, а о чем я с ними? С ними работать не получится. Когда я встречал в 2000, ну, скажем, 12-м году людей, которые не пользуются мобильным интернетом, или в том же 2000 году людей, которые не умеют отпечатать, вот так работают на компьютере быстро, вот сейчас то же самое становится, в это же самое превращается искусственный интеллект. Если вы не сможете сделать его частью себя, обстроить искусственный интеллект в себя, стать таким кентавром, состоящим из человек плюс искусственный интеллект, то будет очень вам тяжело выставить в своей профессии. Поэтому я использую, ну, последний мой пример, значит, рассказываю один буквально. Я же политтехнолог. Написал я человеку речь, и человек эту речь произнес. И это все показывали по телеку, но показывали не сначала, то есть половина речи вошла, вторая половина. А я писал не текст речи, сори, я написал тезисы, ну, кратко, а человек уже сам говорил речь. И вот вторая часть речи вошла в запись, первая часть не вошла. И дальше мне говорят, ну, от этого человека тоже из штаба, говорят, слушай, там вот речь была хорошая такая, давай из нее сделаем статью прямо на основе этой речи. Я говорю, класс. И вот я понимаю, первой половины речи у меня нет. Я не знаю, в чем она состояла. Есть запись на видео, да, и текста речи тоже нет, я только тезис писал. Что я сделал? Запустил на компьютере эту речь, ну, вторую половину. В телефоне открыл искусственный интеллект чат GPT. Значит, телефон записал содержание второй части речи со звука. Дальше я чату GPT говорю. Теперь отредактирую это нормально, вот эту вторую часть речи, как будто это статья. Он отредактировал. А теперь смотри, в первой это только вторая часть, а была еще первая. От нее есть только тезисы, вот они. Ну, посылаю то, что я давал. А теперь, говорю, прочитай. Вот этот человек говорил вот так. Изучи стиль речи этого человека и придумай, как, по-твоему, он произносил первую часть речи. Первую половину. И искусственный интеллект допридумывал, дофантазировал, что человек говорил вначале. И так я получил полную речь о нашей статье. А теперь преобразуй это все в статью для газеты, в стиле газеты такой-то, ну, в которую мне было нужно попасть. Все преобразовал. Аревидерчи, понимаете? Ну, я уж не говорю о том, что первые тезисы мне тоже писал искусственный интеллект. Просто я знал, как поставить ему задачу. Тут главное поставить задачу. То есть те первые тезисы тоже писал этот же чат GPT. Но я объяснял ему каждый раз, объяснял, корректировал. То есть мы вдвоем это делали. Это не работа, это не две минуты, что я ему дал, и все. Это то, что я вам рассказываю, это час-полтора. Я думал, смотрел, как улучшить. Смотри, говорю, вот мне кажется, во втором абзаце-то слишком краток. И он расширял там и так далее. Вот так я использую искусственный интеллект. И мы идем дальше. Про ядерное оружие. Есть ли оно Украина, нет ли его Украины? Это науке неизвестно, но йога плюс пилатес – любимые упражнения, пишет. Витаю, Михайло. Куды можно донатить и на ядерку? Любимая йога, любимые пилатес и любимые упражнения. Донатить и на ядерку не потребно вообще в зале. Я считаю, что если мы можем создать ядерное оружие, то уж не деньги здесь будут вопросом. Не деньги. А только технологическая возможность и восстановить какие-то производства цепочки и накопить необходимое количество радиоактивных веществ. Есть у нас такая возможность или нет? Мне кажется, что люди, которые вам сегодня говорят об этом по телевизору, все говорят вам неправду. Либо для того, чтобы специально вас запутать, либо потому что не знают, а сами допридумывают. Потому что это, конечно же, государственная тайна величайшей важности. Величайшей важности. Поэтому, правда, вам не скажет никто. А я поэтому и не возьмусь. Но точно, что на это не надо. Вот то, что я знаю, как человек, изучавший ядерную физику достаточно подробно, что денег на это точно не надо. Вот это вопрос не про деньги. По сравнению со всем, что сегодня наши государства тратят на вооружение. Вопрос технологии, а не денег. Многие страны дали бы сколько угодно денег, чтобы создать это самое ядерное оружие. Иран дал бы нам много миллиардов, если бы мы для него могли такое создать. Ольга пишет. Михаил, добрый день. Мне почему-то кажется, что война у нас не закончится, пока где-нибудь не шибанет ядерное оружие. Как вы думаете? Ольга. Ну, говорить шибанет про ядерное оружие, это очень грустно, то, что вы так говорите. Потому что эта трагедия будет большая. Это будет большая трагедия. Где-то погибнет очень много людей, если где-то будет применено ядерное оружие. Это будет трагедия в масштабах человечества просто. Верю ли я, что война может остановиться без того, чтобы было применено ядерное оружие? Ну, только в одной ситуации. Значит, у этой войны два выхода в этом смысле. Либо будет применено ядерное оружие, и дальше война пойдет к своему концу со скоростью в несколько скоростей звука, скажем так. Ну, и также к концу подойдет судьба многих городов и нескольких стран. Это все равно будет применено неважно кем и где. Либо удастся все-таки, как вы говорите, проснулся ли Запад? Нет, не проснулся. Проснется, когда поймет, что чтобы этого не случилось, чтобы не случилось ядерной войны, нужно всем, да, таки все-таки объединиться, уничтожить режимы в Иране, в России и в Северной Корее. Вот три страны, где нужно выкорчевать просто с корнем все, что там есть. Если этого не сделать, то ядерная война точно будет. Просто вопрос, когда. Поэтому не ловите меня на слове, в каком смысле. Если наши в следующем году заключат перемирие какое-то, например, вы скажете, вот, Михаил, видите, без ядерки обошлось. Да не обошлось. Да не обошлось. Да вот я читал тут про инвестиции, шминвестиции. Разговор у меня был недавно на эту тему. Вот, предположим, заключили какое-то перемирие, по какой-то линии разделения. И нас даже приняли в НАТО. Ну, вот готовы будут западные страны по полной программе в нас в этот момент инвестировать. А готовы будут западные страны в этот момент по полной программе сотрудничать с Российской Федерацией. Поверить снова, что вот сейчас в Россию можно вложить и так далее. Да они поймут, что пока у власти там Путин или его наследники, или что-нибудь такое. Это в любой, это пороховая бочка. Только ядерная пороховая бочка, которая просто тупо взорвется в любой данный день. Понимаете? И хрен ты, что с этим сделаешь. К сожалению... Михаил, вы сегодня очень хорошо выглядите, говорит Арина. Спасибо большое, я выспался, да. К сожалению, это еще не все поняли. А некоторые наоборот уже, наоборот, строят планы на ужасную Россию и будущего. Заметьте, люди, которые раньше настроили на что-то другое. Помните, как вдруг Латынина, которая раньше хотела прекрасную Россию и будущего, сейчас хочет ужасную Россию и будущего. Она говорит, вот самый лучший вариант, это если дочка Путина станет президентом. То есть, если ядерное оружие применит дочка Путина. И сегодня уже ее поддерживает там какая-то Ксения Собчак, в поддержку Латыниной пишет письмо. Вот это меня умиляет, что Латынина и Собчак объединились в том, чтобы наезжать на Зеленского. Прям критикуют, уничтожают словом, глаголом жгут Зеленского. Вот кто они такие рядом? Моськи лают на слона, понимаете? Вот реально моськи лают на слона. Причем почему? Потому что на Путина боятся, так лают на слона моськи. Путин, конечно, не слон, а шакал, но он шакал, который рядом, загрызет. А Зеленский по сравнению с Путиным, естественно, величина мирового масштаба, слон. Но далеко, не растопчет, да и добрый, в отличие от Путина. Вот поэтому эти моськи решаются лаять только на Зеленского. Но я думаю, что Зеленский на них как бы плювал, плювал. Латынин и Собчак вместе смешно. Да-да-да, Алиса, вот меня тоже насмешил именно этот факт, что они сошлись. Понимаете, лед и пламень, да? Но что они реально вот прям в одну дуду на двоих сейчас стали дуть. Это прям дуть, дуть, Юрий будет дуть. Это прям смешно. Хорошо. И вот как раз про Зеленского спрашивает Виктор Хайленко. Добрый вечер, Михаил, у меня к вам два вопроса. Первый. Насколько оправдан был ядерный шортаж Зеленского после отказа Байдена с ним встретиться? И вот тут я должен выступить с разоблачением всей этой истории про ядерный шантаж. Я считаю, вот правда, серьезно, и я сначала сам это все наблюдал в четверг, в четверг, а потом пошел к своему другу, с которым мы сверили часы, что называется, но он тоже следит за новостями, и мы поняли, что мы абсолютно одинаково увидели эту картину. Да не было никакого ядерного шантажа. Был набор недоразумений, который привел к этой теме про возрождение нашего ядерного оружия. Это реально был набор недоразумений, из чего он состоял. Первый пункт был. Зеленский встречался с Трампом давно, две недели назад. И сейчас, когда он выступал на Совете Европы, Зеленский, была пресс-конференция его на Совете Европы, и у него спрашивают, у Зеленского, это утром в четверг, помню, да, помню, в четверг, скажите, а вот вы когда встречались с Трампом, о чем вы разговаривали? Зеленский говорит, я, говорит, сказал Трампу, что у нас два варианта, либо мы вступаем в НАТО, либо мы возрождаем ядерное оружие, мы по-другому не сможем обеспечить свою безопасность. И что вам сказал Трамп? Что он понимает мою мысль? Ок, точка, да, это то, что Зеленский сказал Трампу, показав, ну а чем еще безопасность можно действительно, да? Не Будапештским же меморандумом, понимаете? Вот, либо ядерное оружие, либо НАТО. Окей, до сюда все нормально. Дальше идем. Днем этого же дня, простите за тавтологию, газета Билд, не самый надежный источник, прямо скажем, вы лайки-то ставьте, ставьте лайки, мне надо 20 тысяч успеть за 10 минут собрать за 15. Газета Билд пишет, что оказывается, Украина рассматривает вопрос о воссоздании ядерного оружия со ссылкой на безымянного чиновника. Ну, газета Билд не то, чему мы можем верить, ребят, просто вообще не то. Но, так как утром у Зеленского прозвучало ядерное оружие, в обед из Билда прозвучало ядерное оружие, то вечером, когда Зеленский давал новую бесконференцию, уже вместе с Марком Рютте, новым генсеком НАТО, где был разговор о членстве Украины в НАТО, у него спрашивают, а вот Билд написал, что вы возрождаете ядерное оружие, так вы будете возрождать ядерное оружие? И Зеленский говорит, нет, мы не собираемся возрождать ядерное оружие. И тут-то все и понеслось. И вот тут уже все тут стали рассказывать, как они возрождают, уже и Кучма возродил, и кто там еще, у Гордона там все подряд возродили это ядерное оружие, и вся эта сцена понеслась по трубам. То есть просто на голом месте все это возникло. Но! Но! Как говорил один мудрый человек, если они думают, что мы из-за такой мелочи готовы воссоздать наше ядерное оружие, пусть они так думают. Но он был реально грузин, поэтому он так говорил. И я тогда подумал, но если россияне думают, что мы из-за этого воссоздадим ядерное оружие, пусть думают, пусть боятся. А что? Пусть они и с***ли нас боятся. И оно сработало. Потому что Песков и Путин. Я же сегодня, да, что я сегодняшний стрим назвал, как вы понимаете, ядерный Джокер Украины, атомный Джокер Украины. Потому что я в кино сходил на фильм Джокер. На Джокер второй. И вот фотография, которую на заставке, если кто видел, это не монтаж. Это я и Хоакин Феникс и Леди Гага прямо все настоящие. Но правда Хоакин Феникс и Леди Гага нарисованы на афише, а я рядом стою перед фильмом. Без попкорна, правда. Чтобы не подумали, что это наша ядерная бомба. И я сказал, что это ядерный Джокер Украины, так как Джокер у меня сейчас в голове из этого фильма. Что мы этот Джокер вроде как достали. Да, действительно. Но, конечно же, как сам Джокер был неким фейком. То есть, вот если вы смотрели второй фильм про Джокера, то в нем ведь Хоакин Феникс отказался делать революцию в Готэме. Несмотря на то, что другие Джокеры его освободили, простите за спойлер, он революцию делать отказался. Так и мы. Никакой ядерный оружие, никто пока восстанавливать никуда не собирается. Но эти-то... И так как вот этот Джокер новый фильм называется... Господи, прости. Господи, прости. Сейчас я вспомню, как это называется. Джокер... А, Безумие на двоих? Безумие на двоих. То я и подумал, что Путин и Песков безумие на двоих. То есть, эти два безумца, Путин и Песков, поверили, что мы уже возрождаем ядерное оружие. Если Песков, как всегда, ляпнул, он и помощью какой-то комитет Госдумы, что, ну, Украина не может создать ядерное оружие, но у него технические это возможности, то Путин пошел рассуждать на серьезных щах. И сейчас я объясню, почему безумие. Значит, Путин в пятницу вечером выступил по поводу нашего ядерного оружия. И говорит, Россия, говорит, не допустит создания Украины ядерного оружия. Это у него встреча со СМИ стран БРИКС была в пятницу. Это очередная провокация, сказал Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно. О, то есть, понимаете, догадывается Путин, что мы-то можем. Уважаемая, любимая, Йога Пилатес, любимое упражнение, без доната Путин, понимает, что мы без доната можем воссоздать ядерное оружие. Дальше Путин говорит, я не знаю, способна ли сейчас это сделать Украина. Это не так просто для Украины. Но в целом здесь больших сложностей нет. Ну, слушайте, если Россия способна создавать новые атомной бомбы, то что, наверное, Украина с ее интеллектуальным потенциалом, конечно, значит, способна, да, будем так говорить. Но это если верить Путину, а ему верить не надо. Лидер Кремля заявил, что это опасная провокация. Такая угроза будет адекватно воспринята, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Вот вы знаете, мне кажется, вот в этой фразе такая, вот зачитываю, да, такая угроза будет адекватно воспринята, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Вот здесь кроется внутренняя противоречия. Вот это и говорит о безумии Путина. Адекватно воспринято, Россия не допустит. Подождите. Украина самостоятельная, свободная страна. Хочет, создает ядерное оружие. Не хочет, не создает ядерное оружие. У России не спрашивает, у Белоруссии не спрашивает, даже у Монголии не спрашивает. Украина подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Украина может выйти из этого договора. Вот есть такое право. Мы выходим из договора о нераспространении ядерного оружия. Украина подписала Будапештский меморандум, но вы его уже нарушили, поэтому можем выйти из Будапештского меморандума. Вы же знаете, Россия часто выходит из разных договоров. Вышли из этого договора. И посоздали. И когда вы говорите, Россия не допустит, это неадекватно. В смысле адекватная реакция? Адекватная реакция это поздравить Украину. сказать, поздравляем Украину со вступлением в ядерный клуб. Еще одна ответственная, взрослая, самостоятельная страна приняла взвешенные решения и создала себе ядерное оружие. Поздравлять надо, а не не допускать. И чем вы можете не допустить? Вы уже много чего не допускали. Вы не допускали использования Хаймарсов, Ф-16, не допускали ударов по России, захвата российской территории, но вы все это получили. Поэтому лохи здесь вы, товарищи россияне, в этом смысле, да, сторонники Путина. Это вы здесь лохи, поэтому это мы будем решать, что мы сделаем, как мы сделаем. Воссоздание ядерного оружия будет происходить на наших условиях, а не на ваших условиях. Это очень простой принцип. Вам надо это просто запомнить. Вы терпилы, мы рулим. Поэтому мы хотим, мы создаем. Мы захотели в Курской области, получили в Курской области. Понимаете, в чем нюанс? Вот и все. Поэтому ваша не допустит, это очередная красная линия, которую вы сами понимаете, куда мы это самое, да, засудим. Вот и все. Вот и все. Нас действительно 28 тысяч человек, за что вам большое спасибо, 17,5 тысяч лайков. Еще 2,5 тысяч лайков, ведь мне скоро уходить. А мы движемся дальше. Но с Путиным вы поняли адеквата. Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Братан, ты слово соответствующее вообще знаешь, что означает? Соответствующее чему? Поясни чему. Вот любой шаг в направлении создания атомного оружия Украины, говорит Путин, будет встречать соответствующую реакцию. Соответствующую чему? Вашим ожиданиям? *** два. Словам Пескова? Нет, не будет соответствовать. Чему будет соответствовать? Устав в ООН? Да, мы позаботимся, чтобы соответствовал. Соответствующую реакцию вашу, соответствующую чему? Вашим возможностям у вас их нет. А, вашу соответствующую вашим возможностям, то есть мы спокойно можем создавать ядерное оружие, а вам до свидания, товарищ Путин. Остальные высказывания товарища Путина с этого же самого форума, который назывался «Подготовка к Бриксу», я вам расскажу завтра, сегодня просто нет времени, про то, как он, как лохопедр последний, значит, пытается уклониться от ареста в Гааге, это очень смешно. То есть реально чувак ищет дырки в законе. А я вот так попробую через эту дырочку пролезть, но сам не полезу, больно вдруг поймают за хозяйство и отвезут в Гаагу. Но это очень смешно, завтра приходите на Шательман за сегодня, но мы продолжаем. Завтра на Шательман за сегодня, остальные тезисы Путина, иначе бы их было здесь слишком много. А вот Виктор Хаенко второй вопрос пишет так. Как относиться к выступлению Порошенко по телеканалу «Прямой», где он продвигал себя как спасителя Отечества в первые дни войны, когда все остальные разбежались? Виктор, относиться как к политическому пиару? Я не поддерживаю политический пиар будущих кандидатов. Ну вот не поддерживаю, простите. Кто бы что ни сделал на этой войне, если он сегодня использует что-то как политический пиар, свои достижения. Это есть нехорошо. Вот и все. Если бы этот человек вышел из политики, я бы сказал «Вау, молодец». А если он остается в политике, то не молодец. Но это относится к любому человеку. Если залужный завтра начнет свои достижения на войне, которые, безусловно, есть, использует в продвижении себя до окончания войны, я имею в виду, я тоже скажу «Не молодец». Но вот после войны, когда будут выборы, пожалуйста, садитесь, товарищи, в эфирах и рассказывайте, кто что защитил. Потому что мы-то все знаем. Потому что рядом с каждым из вас стояло еще тысячи, тысячи и тысячи людей. И в террабороне стояли, и на фронте стояли. Поэтому про залужного тысячи людей знают, что он сделал, а что он не сделал. И вот они, их устами будет рассказано. И про Порошенко все знают, и их устами будет рассказано. И про Кличков все знают, и их устами будет рассказано. а не своими собственными, понимаете, когда Шательман восхваляет сам себя, вот когда я сам восхищаюсь собой, говорю, что я гений из гениев, что я великий из величайших и знаменитейших, и знаменитейших я делаю только по одной причине, потому что я не собираюсь выдвигаться на выборах ни на каких, потому что мне это не надо, да, поэтому я не ищу, кто же меня другой поддержит, а сам собой восхищаюсь, вот сам на себя, так сказать, да, ну поэтому могу себе позволить, когда так делает политик, ничего хорошего этого нет, выходит такой весь, я, пожалуй, самый лучший, самый крутой, не годится, не работает, правильно, вот, поэтому надо, чтобы тебя поддерживал кто-то великий, вот, например, у Дональда Трампа есть великий Илон Маск, как бы мы ни относились, ты величайший шпион в истории человечества, может быть, да, человек, который работает на Россию, а все принимают, все думают, что он на марсиан работает, а он на россиян, а не на марсиан, вот, и когда на его стороне Илон Маск, это круто для Дональда Трампа, потому что уставе Илона Маска, тем не менее, поддержит Дональд Трамп, и это вау, а там на Камалу Харрис, ее поддерживает Тейлор Свифт, и это вау, это круто, это не Камала Харрис поет песню в свою поддержку, а Тейлор Свифт, это снова вау, да, или там Джош Клуни, или даже Джимми Картер, которому сто лет, но он продолжает голосовать за Камалу Харрис, вау, поэтому, да, только я могу сам про себя говорить, а любой человек, политик должен, за него должны говорить другие люди и дела, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Да, так, движемся мы дальше, там уже я вижу, кто-то наезжает на меня, кто-то меня, наоборот, защищает, ну что ж, прекрасно, 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 Наталья Яковенко, ну будем считать, что она пытается подвести черту под историю про Курбанова, я попала на один из таких стримов Курбановой, это прямо сейчас напишу, но сразу же отключилась, а зачем смотреть, я же видела живой стрим, думаю, Курбанова это от жадности сделала, из-за лайков, ой, слушайте, я не знаю, она это делала, она там канал, я даже не знаю, управляет ли она этим каналом, перестаньте, я не хочу разбираться в мотивах, меня поразила реакция анимативы, ну правда, честное слово, не хочу разбираться в чужих мотивах или есть чужую душу. Так, Яценюк у Гордона сказал, что мы уже не можем сделать ядерное оружие, Кучма у Гордона сказал, что мы можем сделать ядерное оружие, это все вы мне пишете, ну да, 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 а вот Мила Васютина пишет такое, Михайло, як вы уважаете, потрібно нам НАТО, я більш доверяю ядерной сброи, наши не будут гадать и стрелять, а любой не стрелять, но не точно дадут по большинству, ни, Мила, ни, це не так, заали то, что вы пишете, ни. Значит, что пишет Мила, говорит, я вот лучше бы выбрала, если выбирать между НАТО и ядерным оружием, я бы выбрал ядерное оружие, потому что мы в любом случае ядерным оружием жахнем, а НАТО, иди, знай, придет ли на помощь. Нет, Мила, так дела не делаются, к сожалению, ну или к счастью для нас, мы живем в более цивилизованном обществе, где НАТО круче, чем ядерное оружие. Да, простите меня, да. Почему, объясню. Ядерное оружие, тем не менее, как-то никто пока не применил, даже россияне, абсолютные варвары, даже они пока не решились применить ядерное оружие. Потому что они понимают, что им конец, если они его применят. Вот посмотрите, для вас, Мила, вопрос. Израиль обладает ядерным оружием, а рядом с ним находится Ливан, Сирия, Египет и Ордань, не обладают ядерным оружием. Иран не обладает, Ирак не обладает. И тем не менее, Израиль во всех своих войнах, что он там делал, он не применяет ядерное оружие. Но не применил же ни разу. То есть воюет, теряет своих солдат. Вот прямо сейчас, в Южном Ливане, откуда стреляют по Израилю каждый день сотнями ракет, там израильтяне гибнут и гибнут солдаты израильские. И в Газе гибли израильские солдаты. Но Израиль не ударил атомной бомбой по Газе, не ударил атомной бомбой даже самой маленькой по Южному Ливану. Потому что он понимает, что он навлек бы на себя гнеб всего человечества в такой ситуации. Поэтому эта атомная бомба, ну на какой-то реально, какой-то уж очень крайний случай, вот как я говорю, как я собирать донаты буду, на себя только в очень крайнем случае. Так и Израиль эту атомную бомбу приберег, вот грубо говоря, если он понимает, что враг сейчас прорывается на улице Тель-Авива и Иерусалима. Вот только на такую ситуацию. Только на такую ситуацию. Вот и все. Поэтому не получится. Просто не получится. Вот. Так, а вот тут, значит, Анка пишет. Шитриман наивный. Пока США согласует ответный удар, уже РФ ядеркой забросает. Это если не на США будет сыпаться. Анка, ну какой РФ ядеркой забросает? Вот смотрите. РФ нам ядеркой угрожает уже 2 года и 7 месяцев. Они хоть одну атомную бомбу взорвали. Ну хоть одну. Ну серьезно. Ну посмотрите на них. А почему они не взорвали? Знаете почему? Жизнь хотят. Хотят жить. Это они такие громкие и такие вот блатные и блатуют и быкуют, когда им самим своей жизнью платить не приходится. А так придется. Любой Путин понимает, что если он отдает приказ об использовании одной атомной бомбы, забросают одной атомной бомбы, то ему конец. Всем его потомкам конец. Всем. Большинству городов России крупных конец. Он это понимает. Он это понимает. И обрушится на него реально весь мир в эту секунду. И то же самое понимает Ким Чан Ин. Вот то же самое понимает. Что он выпустит одну бомбу по Южной Корее, а получит в отмен 100. И все это понимают в мире. Поэтому до сих пор ведь никто не применил. Ну, Израиль, почему не применил-то по-вашему? Израиль-то вот у него кнопочка. Пожалуйста, у них ты не ягу. Но не применил же. Татьяна пишет. Я за всемирное запрещение ядерного оружия. Татьяна, все мы за всемирное запрещение ядерного оружия. Но запретить его можно только одним способом. Сделать его бессмысленным и бесполезным. И вот я, что я занимаюсь в том числе исследованием искусственного интеллекта. Ну, исследование, бромко сказано. Ну, короче, стараюсь помогать развивать людям там все, что связано с искусственным интеллектом. Потому что я думаю, что он может прийти реально на смену ядерному оружию. Да? Искусственный интеллект способен прийти на смену ядерному оружию. Так. Ну, что еще? Последнее, что у меня осталось на сегодня. Буквально надо торопиться. Сейчас буду искать, на что я готов еще ответить. Потому что, пожалуйста, вы прямо сейчас ставьте лайки, друзья мои. Сейчас подписывайтесь. Но не хватает 1100 лайков. Пожалуйста, поставьте. У меня от стрима осталось, боже мой, одна минута. Мне пора уходить. Через минуту. За минуту можете 1200 лайков поставить? Слушайте, есть темы, которые я, к сожалению, не успел на сегодня вообще развить. Ну, про титановое сырье, ладно, это потом когда-нибудь. Ну, это хорошо. Последний вопрос, который я отвечаю. Последний. Очень быстро и очень коротко. За то, что вы прямо сейчас бесконечно ставите лайки. Алена спрашивает. Уважаемый Михаил, хочу спросить следующее. Если Украина имеет право уничтожить, для примера, Белоусова в России, то имеет ли она это же право делать это в любой другой стране мира? Нет. Алена, нет, конечно. Территория войны считается только территорией государств, которые в ней участвуют. То есть территория России, Украины и Беларуси. В настоящий момент Белоусова можно уничтожать на территориях Украины, России и Беларуси. Ну, как министра обороны Российской Федерации. А уничтожать его на территории... Кстати, я не знаю, был ли он на территории, как бы, может, был. Не знаю точно. А уничтожать его в третьей стране нет. Это против правил, конечно. Дальше. И последний вопрос. Уважаемый Михаил, блогер Золкин, нарушая Женевские конвенции, постоянно демонстрирует военнопленных широкой публике. Как вы к этому относитесь? Все понимаю, но из принципа. Календула. Первое. У меня принципов особо нет. Это раз. Второе. А я не уверен. Вы читали Женевские конвенции? Я вот читал. И я не видел там такого пункта, что это нельзя делать. Возможно, вы правы, Календула. Возможно. Но я вам отвечу в следующем стриме, если вы прочитаете Женевскую конвенцию и оттуда пришлете мне пункт. Ну, правда. Я ее читал, еще раз говорю. Я такого не помню, что нельзя брать такие интервью без их согласия. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, вы. Мне нужно прямо сейчас от вас 70 лайков, и я скажу вам до свидания. 70 лайков, пожалуйста, прямо сейчас. Ну, друзья мои. 44 лайка прямо сейчас. Пожалуйста. 44 лайка. 3 лайка осталось. 3 лайка и я пошел. Пожалуйста. Я уже говорю вам. Слава Украине. Героям. Слава. И мы увидимся с вами завтра. Все. Спасибо. Все. Побежал. Пока-пока. Всем до свидания. Слава Украине. Слава Украине. Продолжение следует...